С возвращением на канал Финансовая Жемчужина! Мы продолжаем серию роликов о скрытых секретах денег, где предлагаем вашему вниманию мысли и размышления известного эксперта по драгоценным металлам Майка Мелони. Сегодня мы разберем, какие мировые державы отказываются от долларового стандарта, вспомним историю золотого стандарта и попытаемся проанализировать, какое будущее может ждать доллар США и другие фиатные валюты. Не забудьте присоединиться к нам, если нравится наш канал. Кликайте на кнопку подписки и обязательно включайте уведомления. А мы начинаем! Форум Blockchain Life 2019 – крупнейшее международное событие России и Европы в области блокчейна, криптовалют и майнинга, которое состоится в Москве 16-17 октября. Ежегодно более 5000 участников 70 стран мира посещают мероприятие. Ссылка в описании. Приходите! Стоимость доллара США составляет около 60% стоимости всей валюты на планете. И больше половины долларов находится за пределами США. Причиной, почему у каждой страны есть американская валюта, является то, что прежде всего ее используют как резервную. Вторая причина – нефть оценивается в долларах. Сейчас на этой карте вы видите страны, которые избегают использования доллара в торговле. Они заключают двусторонние соглашения, в которых держат валюту друг друга. Или создают группы, например, Брикс, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская республика, которые имеют банк для расчетов между странами напрямую, без использования долларов США. Страны, которые помечены на карте значком золота с ракетой, пытались избежать использования доллара США. Как пытался это сделать Иран? Таким странам Соединенные Штаты запретили использовать SWIFT-платежи. Если вы хоть раз сделали денежный перевод SWIFT, вы должны знать, что это такое. SWIFT-код – это код, который вы подключаете, и система SWIFT переводит доллары со счета одного человека на счет другого. Иран же решили, что будут продавать нефть только в евро. Их отключили от SWIFT. Сейчас существуют страны, которые также предлагают альтернативу SWIFT. Например, Сукре – коллективная валюта, которая не использует доллары США. Итак, Ирак начали продажу нефти в евро. В Ливии обсуждают создание золотого динара и продажу нефти за золото. Это те страны, которые пытаются использовать что-то кроме доллара. Значок золота и боксерских перчаток означает золото, конкурирующее с валютой. В этих странах много разговоров о золотом динаре, и есть люди, которые используют золото. В Юте снова признали золото и серебро деньгами. Там они стали законной валютой. Также вы видите иконку, которая обозначает физическое накопление золота. Все страны с зеленой стрелкой вверх – это накопители золота. Далее у нас есть иконка репатриации золота. Германия просит свое золото назад, и они получают его. Венесуэла вернула свое золото из банка Англии. Если мы поместим это на временную шкалу, то вы увидите гвозди в гробу для долларового стандарта и что осталось не так много времени. Это, как заявляет эксперт по драгоценным металлам Майк Мелони, его свидетельство того, что смерть доллара не за горами. Ричард Никсон закрыл Бреттон-Вудскую систему, и все перешли к долларовому стандарту. Тогда и появляется первый гвоздь в гробу. Ирак начинает продавать нефть в евро. Из-за кризиса в 2008 США добавили 1,25 триллиона на свои денежные базы. Как только Соединенные Штаты добавляют базовую валюту, люди начинают беспокоиться об инфляции. Они начинают устремляться к золоту и серебру. Иран заканчивает продажи нефти в долларах. Они принимают товар в обмен на нефть. В Турции берут местную валюту, а затем покупают там золото и экспортируют его в Иран. Поэтому в основном они продают нефть за золото. То же самое они делают и в Индии. Количественное смягчение – это увеличение печати валюты в США. Продажа Ливии нефти в золотых динарах. Обход Китаем и России доллара путем заключения двустороннего торгового соглашения, в котором они держат валюту друг друга и делают прямое урегулирование задолженности без необходимости перевода денег в доллар США. Президент Китая заявил, что доллар как мировая резервная валюта является продуктом прошлого. Юта признала серебро и золото деньгами. Китай и Иран обходят доллар США путем двустороннего торгового соглашения. Венесуэла репатриируют золото. Китай и Япония торгуют напрямую. Индия и Япония обошли доллар США. Россия и Иран торгуют напрямую. Иран продает нефть для Индии за рупии и товары. Китай и Бразилия торгуют напрямую. Граждане Швейцарии требуют репатриацию золота. Африканские страны запретили использование доллара. В Замбии вы можете попасть в тюрьму за использование доллара. Количественное смягчение 3. США объявили, что Федеральная резервная система начнет печатать 40 миллиардов долларов в месяц. Теперь эта цифра увеличилась до 85 миллиардов. Это больше чем 1 триллион в год. И помните, потребовалось 200 лет, чтобы перейти от отсутствия к 825 миллиардам. А теперь США собираются создавать 1 триллион каждый год. Иран торгует энергией за золото. Сингапур отменяет налог на деньги. Германия репатриирует 150 тонн золота с Федерального резервного банка Нью-Йорка. Граждане Нидерландов требуют репатриацию золота. Эквадор репатриирует часть своих золотых запасов. Жители Австрии также требуют репатриацию золота. Китай подтверждает фундаментальный дефицит золота на рынке. А также сейчас Федеральная резервная система увеличивает скорость печати. Это и есть гвозди в гроб для долларового стандарта. И если вы заметили, их появление ускоряется, и это происходит прямо сейчас, говорит Мелони. У вас не так много времени, и если вы будете ждать слишком долго, то эту возможность можно упустить. Все, что мы можем делать сейчас, это смириться с тем, что есть. Мелони считает, что абсолютно неизбежно то, что мы перейдем к новой денежной системе. В этом накопилось слишком много энергии, которая должна освободиться. Когда происходит огромная передача богатства, люди выбирают на какую сторону пойти. Многие думают, что они ничего не выбирали, но в любом случае они вовлечены в это. Передача богатства влияет на всех, неважно, хотите вы участвовать или нет. Если вы держите бумажные активы или бумажные деньги, вы сделали ставку в одно направление. Если у вас есть золото и материальные активы, это ставка в другое. Сейчас вы видите изменения в китайских холдингах. Они накапливают золото и избавляются от казначейских облигаций США. Это золото, которое хранится в Китае. Правая сторона показывает количество накопленного золота. Только с 2000 года все началось с 700 тонн и дошло до 6000 в 2012. Синим отображены активы китайского центрального банка, оранжевым показано количество в шахтах. Желтым отображено золото, которое проходит через гонконгскую биржу и направляется в Китай. За последние несколько лет они увеличили покупку. Им известно, что долларовый стандарт подходит к концу и они защищают себя. Возможно, в один прекрасный день вы увидите, как золото станет новым юанем. Каждые 30-40 лет в мире появляется новая валютная система. Дело в том, что на протяжении многих лет правительство и банки обманывали нас все больше и больше. Новые валютные системы всегда создаются теми же идиотами, которые создали последнюю развалившуюся. Это крупные центральные банки, правительства, которые каждый раз создают новые системы и каждый раз система, которую они придумали, обманывают людей и еще больше обогащают банки и правительства. Эта система передает богатство на невероятно быстрых скоростях. Поэтому новая валютная система развалится так же, как и все предыдущие. Но сейчас все происходит по-другому. У нас есть интернет. Люди связаны по всему миру, информация распространяется. Люди становятся образованнее. Поэтому Мелони надеется, что мы вернемся к золоту, но не к золотому стандарту. Для золотого стандарта в хранилищах существует определенное количество золота для каждой единицы валюты. Другими словами, это соотношение один к одному. Вот как все начиналось. Но затем они начали печатать больше банкнот, чем существует золото. Поэтому, если будут золотые стандарты, то мы снова будем обмануты. Этого не произошло, если бы мы использовали золото и серебро, и если общественность была бы достаточно образована в этом. Если мы вернемся к золоту и серебру, то правительства не смогут обмануть нас. Ограничивается их способность передачи богатства от населения к правительству и банкам. Многие люди говорят, что мы не можем использовать золото и серебро сегодня, поскольку они слишком тяжелые и большие. Но это абсолютно не так. Вы можете положить золото и серебро в хранилище, кому-либо передав право собственности на нанограммы, граммы или унции, сделав платеж с одного счета на другой с помощью чека, кредитной карты или даже мобильного телефона. В кризисе так много возможностей, это совершенно необыкновенно, считает Мелони. И это говорит не сам эксперт. Это говорит история. Посмотрите на то, что было ранее. Имеется в виду не прошлая неделя, а реальная история. Во времена кризиса были сделаны огромнейшие состояния. Кризисное время – это когда люди создают и развивают новейшие технологии, новые научные знания и лекарства. Во времена кризиса есть так много разных возможностей сохранять спокойствие, получать образование, быть находчивым. Проблема большинства людей в том, что во время кризиса они переходят в кризисный режим. Это означает, что у них появляется нужда, они испытывают недостаток и начинают кого-то обвинять. Но ни одна из этих эмоций не способна помочь решить вам любую проблему, стоящую перед вами. И на самом деле, вероятно, это величайшая возможность в чьей-либо жизни. Такого никогда не было раньше. Впервые в истории все мировые валюты являются просто фиатными валютами, которые ничем не обеспечены. И то, что должно произойти, точно произойдет, считает Майк. Он имеет в виду величайшую передачу богатства в истории. И это величайшая возможность. И такого не случится в нашей жизни больше никогда. Итак, сегодня мы узнали следующие скрытые секреты денег. Глобальная потеря доверия к доллару США быстро растет. Переход на новую валютную систему неизбежен. И, скорее всего, этот переход будет хаотичен. Золотые стандарты не работают в течение длительного периода времени. А само золото работает. Понравилось это видео? Нашли что-то полезное для себя? Не забудьте поставить лайк, ведь это мотивирует нас создавать новые ролики. А на сегодня у нас все. Это канал Финансовая Жемчужина. Подписывайся. Думай. Богатей. Субтитры создавал DimaTorzok